И снится нам не рок от космодрома Доброе утро, дорогие друзья! Еще раз всех поздравляю с прошедшим днем космонавтики Посмотрел с утра ролик по каналу Виктории Гарсии Берналь Где она описала вообще, что происходит на других оппозиционных каналах И это, конечно, жесть Кто не смотрел, обязательно посмотрите Знаете, честно говоря, у меня просто не хватает времени, чтобы смотреть, собственно, новости И еще отслеживать все мнения То есть, да, есть такая-то новость Там вводится, например, карантин Или в Москву стягиваются войска И послушать, что думает об этом Навальный и Платошкин И системная какая-то оппозиция И что сказала Единая Россия А еще каналы вот эти все, которые Вика разбирала Сталинград Спец И многие-многие другие У меня просто нет времени Поэтому если что-то такое интересное происходит Вы, конечно, мне присылайте Потому что я это просто, скорее всего, не вижу То есть Вика говорит о том, что Такие ребята, как Филин Такие ребята, как Александр Пасечник У которых огромная аудитория на самом деле Которых смотрят, слушают Они всерьез говорят о том, что Надо идти На Пасху в церковь Фиг с ним, с коронавирусом В общем, вы знаете, даже если Можно пойти на Пасху в храм Потому что Окажется, что коронавирус не так страшен Но, слушайте, вы Выставляете себя полными идиотами То есть Если вдруг окажется, что коронавирус опасен Что тоже вероятно То потом вот этими словами Вы Это будет такой компромат на вас Это просто бред Вы просто Всех людей, кто вам верил Выставляете идиотами Когда говорите такие вещи Насчет цифрового концлагеря Очень интересно Значит Походу Вот Андрей Ильич Фурсов Есть такой историк Я уверен, вы его тоже знаете Любите его так же, как и я Он много раз говорил Что когда его спрашивают Про цифровой концлагерь Он Он не верит, что это случится в России У нас Что-то пропьют Что-то своруют Что-то распилят У нас в стране Такие высокие технологии Да еще и Для каждого гражданина России Они просто работать не будут Вот мы сейчас видим В режиме карантина Я уже много раз рассказывал Платформа, по которой работают учителя Американская А не российская А российские Почему-то не работают Самое Даже то, что работает Оно не рассчитано На такой большой поток Одновременных посетителей Все глючит Все подвисает Зависает Лагает Оно не работает Ребята У нас уже 20 лет Этой цифровизацией занимаются Вы думаете Вот В общем, это смешно С другой стороны В телеграме С утра тоже прочел пост Интересный Значит Есть версия То есть Когда вот проанализировали Вот эту систему С QR-кодами То есть Чтобы получить пропуск Разрешение Выйти на улицу Вы заходите на сайт Госуслуги Это сейчас Самое важное будет И Просите Там В определенной графе Чтобы вам выдали Вот этот пропуск И вам на телефон Приходит QR-код Который вы можете Показывать В качестве удостоверения Сотрудникам Правоохранительных органов Которые к вам Начнут на улице Приставать Так вот Есть Большая вероятность Что эта движуха Устроена специально Чтобы люди Наконец-то Зарегистрировались На этих госуслугах И Зарегистрировавшись На госуслугах Могли потом Проголосовать За конституцию Они не думают О вашем Пробощении Они пытаются Провернуть Эти поправки О которых Уже все забыли А они Не забыли Там есть люди Которые Головой своей Рискуют И должностью Потому что Если Все-таки Народ Поймет Что к чему Пойдет на Избирательные участки И скажет Путину Нет Ох Там многих Уволят Многих Уволят Это точно Мне что-то Подсказывает Что после всего Что происходит Даже Начальники Среднего уровня Скажем Там Руководители Районов Даже округов Они могут Пойти против Этой системы Просто Ребят Мы не будем Это Никого Агитировать Голосовать Против Но мы Просто По-честному Проголосуем Посчитаем Голоса По-честному Ой Это было бы Жестко Это было бы Очень жестко Потому что Вот такая Полумирная Революция Она могла Прокатиться По всей стране Ну ладно Идем дальше Значит Мы поговорили О том Что Там На телеканале Сталинград Рассказывали Про то Что Коронавирус Нужен Чтобы загнать На цифровое Рабство Я в это Не верю Абсолютно И надеюсь Вы тоже Не верите Потому что Это просто Байки Байки Склепа Под ним Есть Возможно Кто-то Этого Хочет Многие Наверное Хотят Кто-то Даже Планирует Кто-то Вкладывает В это Деньги Но между Хотелками И реальностью Большая Пропасть Второе Значит Что касается Того Что Верующий Человек Он на Пасху Обязан Пойти В храм Вы знаете Все Кто это Рассказывает Вызывает У меня Большое Удивление Потому что Сколько я Рассказов Не слышал Кто-то Я ни разу Не помню Чтобы при этом Звучало Слово Причастие Причастие Вообще-то Это то Зачем Храмы Существуют Храмы Существуют Чтобы Людей Причащать Причастие Это Христианское Таинство Я Как верующий Человек Я Могу Вам Об этом Лекцию Прочесть Священник По-гречески Правильно Его Наименование Иерей Иерей В переводе Жрец Священник Он не должен Учить Священник Не нужен Затем Чтобы Просвещать Это Для этого Есть другие Люди Ну По крайней мере В древней церкви Так было Разделение А вот Священник Он нужен Чтобы Осуществлять Бескровную Жертву Совершать Таинство Причастия Когда Вино И хлеб Превращаются В тело И кровь Христову И все Христиане Вкушая Их Имеют Возможность Причаститься Самого Бога Вот Для этого Вообще-то Храмы И существуют Наши Великие Православники Я не могу Сказать Что они Православные Они Православники Они Ходят В храм Потому что Это традиция У них Понимаете Это вот у них Привычка Такая Это же Пасха Я всю Жизнь Ходил на Пасху Вот В церковь И вот Поэтому И в эту Пасху Пойду Это для меня Так важно Они Не верующие Люди Это люди У которых Есть Какие-то Привычки Вы знаете Привычки Могут Совершенно Любые И мне Лично На эти Привычки Глубоко Начхать Эти люди Не имеют Живой Веры Они Не Идут В церковь Чтобы Приблизиться К Богу Они Идут В церковь Ну потому что Так надо Потому что Привыкли Это совсем Другое Дальше Что хотел Вам Рассказать На самом деле То что Происходит Главный вопрос Вчерашнего стрима Самый популярный Когда это Кончится Все Самое Когда это Кончится На самом деле Сказать Очень Сложно Потому что Это не Вопрос Объективных Событий Вот в том же Телеграме Да Хотел вам Этот пост Пересказать Есть Такой Пост А что Если Что Если Через Месяц Окажется Что 80% Граждан Уже Переболели Коронавирусом Ну о чем Мы Говорили С вами Несколько Раз Что У меня Было Жесткое ОРВИ И у Жены Было Жесткое ОРВИ На Зимние Каникулы У Многих Моих Знакомых Тоже Были Жесткие ОРВИ Вот За Последние Полгода Возможно Это уже был Коронавирус Возможно Просто Был Грипп Но Для Этого Нужно Массовое Тестирование Всех Россиям Подряд Просто Всех И Надежными Тестами Сейчас Надежных Тестов Нету То Ложно Положительные То Ложно Отрицательные Кстати Лев Лещенко Помните Все Обсуждали Лев Лещенко Попал В коммунарку Он Болен Он Может Умереть Он Уже Старенький Оказалось Это Был Ложный Анализ Ничего Он Не был Болен Полежал Полежал И тихо Оттуда Вышел Зато Какой Пиар Был Какой Пиар Был Для больницы Для Собянина Что Вот Они Все Контролируют И Люди Которые Заболевают Они Сразу Попадают В Специально Созданное Медицинские Учреждения Короче Друзья Через Месяц Если Появятся Надежные Тесты Вдруг Может Оказаться Что Ребята Вы Уже Переболели Коронавирусом Все Кто Умирает От Коронавируса Оказывается Может Быть Умирают От Сопутствующих Заболеваний Тяжелых Форм Диабета Там У кого Уже Был Туберкулез И Далее По Списку Какие То Сильные Хронические Обострившиеся Заболевания Окажется Что Коронавирус Передается Только Если Ты Потрогал Вещи На которую Только Что Покашлял Больной Человек Почихал Возможно Все это Вполне Возможно И Вывод Из Этого Поста Делается Очень Простой Четкий Тогда Вдруг Окажется Что Нами Руководят Полные Бездари Бестолчи Которые Могут Предложить Исключительно Полицейские Меры Средневековой Средневекового Уровня И Все Что Мы Видим Не имеют Никакого Отношения К здоровью А это Просто Их Рефлекс Судя По всему Наша Власть В ответ На любое Чрезвычайное Положение Уже Много Лет Думала Только Об Одном Будут Протесты Водим Водим Пропускной Режим Эпидемия В Москве Водим Пропускной Режим Путин Заболел Водим Пропускной Режим Кризис Нищета Голодный Бунт Водим Пропускной Режим В домах Исчезла Вода Мощная Авария На Подстанции И Пол Москвы Остались Без Возможности Как-то Прожить Водим Пропускной Режим Всех Сажаем По Домам Ну Вот Понимаете Судя По Всему Они Даже Думать В другую Сторону Не Умеют Их Мозг Заточен Только Под Полицейские Меры Но Вопрос В том Поймут Ли Люди Это Поймет Ли Наше Общество Вот Мы Здесь С вами Общаемся Сколько Человек Посмотрит Это В собственном соку Друзья Мы Общаемся Друг С Другом Вы Пишите Мне Вконтакте Пишите Мне На Почту Я Снимаю Для Вас Ролики Спасибо Вам За Активность Спасибо За Комментарии За Лайки За Репосты Но Мы Общаемся Друг С Другом Наши Вот Эти Мысли Нашу Позицию Широкие Слои Населения Не Видит Если Б Нас Было Два Миллиона Человек Это Уже Что Но Нас Реально Очень Мало Вы Должны Понимать Что Ну То есть Мне Очень Приятно Что У меня 350 Тысяч Подписчиков Два Года Назад Я Мечтал Что Когда Нибудь У меня Будет Сто Тысяч Ведь Политика Такая Сложная Тема Я Вообще Близко Не Предполагал Что У меня Так Все Получится Все Благодаря Вам Вашей Активности Вашему Доверию Но В масштабах Страны Нас Очень Мало Тем Молее Из этих 350 Тысяч Человек Какая Ты Часть Смотрит Из СНГ Какая Ты Часть Даже Из Германии Смотрит Из Штатов Из 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 Израиля Многие Кто Смотрят Они Смотрят Чтобы Знать Разную Точку Зрения А не Потому Что Они Мне Верят Поэтому Друзья У нас Работа Непочатый Край Просто Непочатый Нам Нужно Собирать Сторонников Нам Нужно Просвещать Людей Нам Нужно Привыкнуть Даже Объединяться С теми Людьми Кто Далеко Не во Всем С нами Согласен Хотя бы Согласие В главном Должно Мы Нужны Быть Согласны В том Что Мы Работаем На Общее Дело Идея Социальной Справедливости Социального Равенства Нам Нужен Сейчас Левый Поворот Очень Мощный Нам Нужно Сделать Все Чтобы Каждый Конкретный Гражданин России Российской Федерации Имел Возможность Получить Качественное Образование Медицину Имел Работу Имел Возможность Со своей Зарплаты Купить Жилплощадь Родить Детей И не Испытывать Материального Недостатка Вот это Вот То Чего мы Должны Добиться Понимаете А все Остальное С Путиным Без Путина С Навальным Без Навального С Платошкиным Без Платошкиным Ребята Очнитесь Мы Вымираем Нашим Матерям И бабушкам Кушать нечего А сейчас Кризис Будет Усугубляться Вообще Будет Нечего Не Надо Поспорить Мне Постоянно Кто-то Пишет А вот Блатошкина Чего ты его Поддерживаешь Чего ты его Поддерживаешь Он вообще Не такой Я вот Хотел Чтоб Пришел Новый Ленин Нет Нет Новый Сталин Все Должно Поменяться Вот как Я хочу Вот Павлуха Найди Мне Нового Ленина Я его Поддержу Или Нового Сталина Я еще Не Определился Но Вот Кого-то Из них Я Поддержу Второго Наверное Буду Грязью Поливать Вот Платошкина Я Точно Буду Грязью Поливать У вас Альтернативы Есть Когда Вы Говорите Кто Если Не Путин А вам Вы Кого Назовете Кого Вы Готовы Поддержать Кто Если Не Платошкин Ребят На этом Все Что Вы Думаете Об Этому Ответьте Пожалуйста На Последние Вопросы Спасибо За Внимание За Просмотр За Лайки За Репосты До Новых Встреч Пока